Вся божество необыкновенная Ласковая, нежная Как океан безбрежная Любовь твоя Необыкновенная Милая, бесценная Ты целая Она вернется Она вернется Она мне ночью за меня Спасибо всем бандитам Спасибо всем фанатам М-бенд стали лучшими российскими исполнителями по версии MTV Europe Music Awards Но борьба еще не закончена Хочешь сделать так, чтобы группа из России стала лучшей в мире Тогда продал Обрушилась вот эта популярность Известность Они были заняты в этот момент работой с утра и до ночи Практически без сна и отдыха Как раз в это время, сразу после окончания телевизионного шоу Мы начали заниматься формированием программы концертной Интенсивно очень Начали сразу сниматься Они в главных ролях в кино Все исправить Начали сниматься в телевизионном шоу на STS Love Гастролировать Репетировать Давать интервью в огромном количестве И все такое прочее Поэтому реально они уставали очень И выдержали В основном, как бы, да По крайней мере трое людей из четырех Это выгодные группы М-бенд Рвут на себе волосы и заливаются слезами Владислав Рам покинул бойс-бенд С громким скандалом Константин Меладзе не хотел выносить ссор из избы Но пост 20-летнего певца в инстаграм Вот если интересует полу моего ухода То я ушел сам И предупредил об этом заранее Ребят Потому что хотел быть честен просто с ними Не хотел, чтобы до них потом дошла информация Очень подставлял Вот И, собственно, все эти Вот в этой всей атмосфере Стало просто некомфортно существовать Вот Ну и плюс, как бы, тема с странным поведением Тоже, в принципе, так понятно, негласно Я, то есть, не собираюсь там клеветать ни на кого Вот это вообще не мое дело Все равно реально Что там у кого происходит Вот как бы его жизнь Что он с ней делал Знаешь, насущный вопрос, который все задают постоянно Все-таки, что случилось с Владом Рамом Мне тоже это очень интересно Укуреные дети девяностых смотрят на меня ругался с костей вот ну вся его история с его женой и типа влад там не очень красиво себя вел по отношению к жене и по отношению кости и в итоге он начал сначала на кость очень сильно прям прям при нас просто при нас засаживать человека знаешь ну мне было как-то неприятно типа наш продюсер он крутой чувак я считаю крутым ну просто знаешь когда про человека говорят плохо изначально он просто начал о нем плохо отзываться то есть и мы понимали что у них уже контры сначала он начал отзываться плохо кости потом он начал плохо отзываться о нашем менеджменте это денис орлов наш менеджер саша там макин наш директор концертный и он обо всех говорил что-то вот что-то ему постоянно не нравилось знаешь и это нагнетает очень сильно но когда он уже начал проявлять неуважение к нам ко всем мы как бы собственно собрались и начали общаться то есть ну там условно у нас чуть не сорвался контракт рекламный большой из-за того что влад там что-то заистерил не хотел прилететь и мы его уговаривали лететь да с казахстан колой тоже странная какая-то вот эта движуха казахстан кола мы снялись в этой рекламе где эта реклама непонятно где это казахстан кола непонятно ну ладно окей но он говорит слушай влад очень такой человек интересный и как бы там до конца ты не узнаешь чем была причина то есть он может говорить одно а думать совершенно другое потому что ну вот я повторюсь костя хотел уволить влада через два месяца после того как появилась группа я не понимаю что с тобой не так вот что то не так